стежка шарики камушки шарики галечник называют как угодно и друзья мы это та самая тоже стежка которую невозможно испортить она у вас получится безупречно в любом случае как ее делать ой друзья мои очень просто давайте тоже я вам сначала нарисую шарик так тягайте шарик я покрупнее для того чтобы вам хорошо было видно дальше старайтесь вот тоже как бы восьмерочку вы можете прямо здесь начать второй потом вот понимаете вот по одному и тому же месту можешь можете несколько раз проходить если вы не попадете в ту же строчку это тоже будет хорошо но также я вам предлагаю вот эти пустые места которые у вас остаются за штриховывать просто вот знаете вы я сейчас покажу в чашке очень конечно красивый эффект этот получается тоже я его очень люблю мастера часто его используют вот и шарики эти могут быть маленькими большими главное чтобы они все друг другом соприкасались вот такие пустые пространства если у вас например вот так вот шарик идет у вас остается то вы его заштрихуйте как же это будет красиво и они смотрите вот смотрите ровненькие да конечно хорошо когда они ровные круглые но если они у вас какие-нибудь вот такие неровные да ничего страшного они тоже будут очень хорошо правда правда это та самая стежка которая будет выглядеть красиво безупречно как-то знаете очень играючи как-то так найти таким с каким-то детским азартом я даже не знаю мне очень нравится потому что у меня ощущение что это какой-то рисунок из детства вот я помню маленькая была и когда еще рисовать ну я не рисую но вот если я что-то каляки-маляки я очень любила такие вещи рисовать какие-то на эти восьмерки вот что-то вот такое я всегда любила рисовать а вот пожалуйста вот мы с вами будем рисовать как в детстве и у нас красиво получится иногда будет получаться вот такой ну шарик на шарик тоже заштрихуйте его будет очень очень хорошо опять же сочетание маленьких шариков с большими очень эффектно смотрятся вот причем знаете я люблю еще прямо иногда прям большой и тут маленькие пошли вот видите я могу по одному месту два и три раза проходить друзьям и это нам очень нужно а помните я говорил просвечение у вас у нас получится очень очень эффектно очень шиком очень понимаете работа та самая работа который хочется все время разглядывать именно таким образом создавая какие-то совершенно обычные казалось бы обычная стежка она вот она вот такая вот видите имеет ритм какой-то свой и какое-то настроение и она именно именно она придаст нам то то вот какую-то неповторимость ту изюминку то вот важно что очень ценится в работах сделанных руками друзья мои сейчас я хочу показать вам более крупные чтобы вам все хорошо было видно и понятно вот я уже на нарисовала крупный шарик просто это вы можете их делать большие маленькие но я сейчас просто саму технологию покажу еще раз более крупным планом то есть смотрите вы обвели шарик дальше вы пошли рядышком стягать шарик и знаете вот когда я говорю что поставить точку это не значит остановиться просто после этого вы начинаете думать куда пойти дальше я иду ну например сюда чаще всего чаще всего может быть даже не думаю а скорее как-то автоматически и вот видите вот этот пробельчик у нас там остался давайте я просто тут побольше нарисую шарик чтобы и вот у нас пробельчик остался и мы его штриху я так поверну и мы его заштриховываем просто вот такими движениями вперед назад вперед назад на машинке и у нас получается видите какая классная штука у нас вперед назад вперед назад правда здорово дальше смотрите мы застраховали и опять формируем шарик формируем шарик это вы дальше увидите видео что мы начинаем стягать шарик мы немножечко медленно как бы начинаем начинаем потом разгоняемся и прямо вот найти как бы одним движением раз и поставили точку но друзья мои еще раз хочу повторить что точку мы когда ставим мы не останавливаемся это как бы так знаете себе в голове отметить что все мы поставили точку и пошли на следующий какой-нибудь шарик рядышком вот то есть вы можете обратите внимание что вот например вот этот шарик я значит смотрите сейчас еще расскажу вот я веду шарик вот у меня одна строчка а потом вторая но она не полностью видите я второй раз только полукруг обвела но уже пошла на следующий шарик то это нормально когда какие-то шарики у вас будут обведены дважды а какие-то шарики единожды а какие-то половинка только это нормально так и это то есть это очень хорошо даже идем дальше и помните я говорила когда у вас вот такие пробельчики вы сразу и штрихуете то есть вы смотрите создаете шарик так приходите в точку и сразу штрихуете потом идете дальше приходите в точку возвращаете и сразу штрихуете и как я уже говорила пожелать вот мои пожелания это найти мой опыт все-таки идите вот не уходите далеко то есть у вас предположим вам нужно простегать вот такой вот вот такое пространство такое пространство вы начали с серединки почему середины друзья мои потому что если вы начнете с угла будете продвигаться очень большая вероятность что вот сюда когда вы придете образуется пузырь вот такая есть особенность друзья мои поэтому начинайте стягать середины всегда даже петчворком вы занимаетесь все все абсолютно дизайны начинайте с серединки это важно тогда они будут у вас образовываться защипы и вот очень все равно все хорошо и равномерно распространяться далее и вот смотрите когда я уже серединку простегала мне очень удобно идти как бы вокруг этой серединке иду штрихую не очень удобно девчонки проситит камеру у меня тут кругом опять иду вот эти как-то уже вокруг вот тут обязательно за штриховываем чтобы у нас знаете наши шарики они так будут хорошо выделены просто конечно да девчонки вы получите господи как же вам понравится эта стежка я опять штриху штриху вот тут побольше можно маленький шарик сделать а можно прям такое большое пространство за штриховать тоже очень красиво будет даже вот такое большое это будет интересно вы посмотрите вы же пока на пробниках делаете девочки этот способ стежки великолепно работает с нитками меланж девочки там такая красота получится меланж это ниточки родных цветов то есть когда она одна катушечка но вот она она вот такими ну разными оттенками ой как красиво девочки как красиво и вот таким образом вы потихонечку не торопясь заштриховывая все линии по кругу вы можете смотрите заштриховывать сразу по ходу а можете сначала простегать все шарики может быть знаете чтобы вам руки вот рукам было удобно простегать все шарики а лишь на обратном пути заштриховывать все вот эти вот пробельчики ой как девчонки вам понравится как вам понравится вам очень понравится результат вы подумаете господи зачем мне еще чему-то учиться уже так красиво вот помните говорила маленькие большие сочетайте очень хорошо и вот я вижу что у меня тут был большой тут средний маленький и вот здесь очень уместно опять большой как-то просто не забывайте о том что вот если у вас вы сделали где-то большие то где-то еще их тоже путь будет потому что это интересно это же такая текстура интересный ой вам же интересно смотреть под ноги когда вы гуляете по морю да особенно где такой галичный пляж разглядывать камушки девочки у нас тут то же самое и вот смотрите я достигала сюда ну дорисовала в данном случае и после этого я иду штриховать все вот так вот это я показываю тот случай когда вы не сразу штрихуете а штрихуете что называется на обратном набра в обратную сторону вы уже идете и заштриховываете все у вас получается очень хорошо очень красиво эффектно интересно сразу получается если вдруг у кого-то не получается я обязательно помогу вам с настройками машин так ты если не получается это только машина настройки машины хорошие настройки машины все получится это я вам сто процентов уверяю вас вы сами удивитесь как вот буквально какие-то простые манипуляции с машиной вашей сразу получается все опять минут назад не получалось все помогу девочки снимаю вам видео много чтобы вам было понятно все вот такая у нас видите даже нарисована эффектно а когда вы это пристегаете это будет просто с ног сшибательно ну что ж пристегаем с вами камушки с заполнением очень тоже вам понравится это спой этот способ опять же а друзья мои все то же самое я опустила зубчики не опущены зубчики я установила лапку для свободно ходовой стёжки я установила функцию свободно ходовой стёжки я даже вот на всякий случай проверила и увидела что у меня даже при опущенной лапки туда помещается сэндвич видите это лапка опущена вот она у меня приподнята вот она у меня опущена имейте это в виду хорошо далее строчку я убрала на ноль скорость машины опять же я ставлю на серединку но у тех у кого скорость не регулируется я обязательно во второй части этого урока покажу что вам делать опускаю иглу поднимаю и вытягиваю нижнюю нитку наверх обязательно друзья мои и опускаю иглу вниз предполнить я говорила придерживайте ниточки пока не отпускайте их пока вы не делаете буквально пару буквально пару стежков и все может уже опускать на уже ничего ничего не тянется на этом этапе я одеваю перчатки и мы приступаем к стежке наших камушков ой как мне нравится эта стежка как мне нравится друзья мои я уверена что вы тоже в я щас полюбите если вдруг еще не пройдет не пользовались я сейчас чуть-чуть постигая обязательно все расскажу обратите внимание руки я держу точно так же и тут я хочу остановиться поподробнее во-первых конечно для этой стежки вот можно даже лучше и повыше скорость и я знаете немножко технически хочу рассказать как ее делать я сейчас вот простегаю на медленной скорости на более медленной прокомментирую и потом остановлюсь еще раз прокомментирую и побольше шарик тела смотрите вот у нас . да вы начинаете 1 2 и поехали как бы разгоняетесь по кругу нет скорость маленькая не подойдет друзья мои я хотела просто показать нагляднее нет я крупнее делаю для того чтобы вам было наглядно вот этот разгон он дает вам возможность делать ваши шарики более круглые это может быть не всегда очевидно вы может быть это сейчас ну может быть и не чувствуете но давайте я попробую без разгона он тогда более кривоватный хотя это тоже не страшно вот я без разгона ничего страшного тоже все хорошо то есть наверное попробуйте оба способа и выберите тот который нравится вам но я хотела вам показать помните я говорил заштрихуем между да между шариками заштрихуем эти места для того чтобы усилить эффект и его просто вот вы просто идете в эти шарики и просто вот действительно штрихуете как будто бы вы рисуете прямо заштриховываете что называется в узле не оставляйте ни одного просто вверх-вниз-вверх-вниз на любой скорости когда я буду показывать тех у кого регулируется скорость и посмотрите как у вас эти шарики становятся более выделенными как мне нравится друзья мои как мне нравится очень нравится вот и я уже говорила о том что они могут быть маленькие большие сочетания больших и маленьких и вот пожалуйста вот я большие сделала теперь я хочу маленькие сделать но тут я не разгоняюсь сразу знаете как я делала кружочек и сразу доштриховала между ними лучше всего конечно если у вас есть возможность попадать когда вы по кругу проходите второй раз пока попадать в эту же строчку но у вас не сразу так получится и ничего страшного ну это тоже будет красиво друзья мои тоже очень красиво давайте я попробую не попадать что получится у меня друзья мои руки так уже встали я могу это ну вот так наверное тоже все хорошо правда ну наверное не совсем так короче говоря друзья мои как бы у вас не получилось это такая благодарная стежка она так красиво смотрится она выглядит всегда очень как-то сразничной я рассказала она прямо как-то по детски каким-то детским озорством ой я люблю эти стежки и так же друзья мои точно так же идите рядочками не уходите сильно далеко и и тут вот эти вот шарики когда вы стягаете они должны и стороны должны соприкасаться друг другом и вот этот галечник ой а как вы курточку простегаете ой какая будет у вас курточка какая будет курточка я сразу там застряховала где у меня осталось местечко и у нас получается безупречно восхитительная сногсшибательная сногсшибательная стежка о как мне нравится о как мне нравится как мне нравится очень нравится и вот тут побольше расстояния я тоже его застрековала там разное расстояние стрекуйте в ухе это так называют когда знаете не одного пустого пространства это же вышибка мы с вами прямо вот вышиваем свободно ходовым способом но на сэндвиче посмотрите как интересно да пузырьки воздуха камушки галечник шарики да как угодно называйте это очень красиво это очень интересно это как то знаете прямо хочется вот эти пузырьки словно вот выпить воду эти с пузырьками а теперь я покажу для тех у кого не регулируется скорость машины я ставлю на максимум и поехали то же самое друзья мои вводим не быстро смотрите пальчики у нас как словно как же у нас сказать как пяльца мы не напрягаем руки друзья мои это важно это важно я вижу по вашим работам у кого в напряжении руки у вас получается вы не получаете удовольствие а самое главное показатель вы должны получать удовольствие это знаете должно быть вам это вам должно очень нравиться вот я прямо восторг щенячий восторг испытываю у вас должно быть то же самое если вы его не испытываете значит спина напряжена значит руки напряжены вы ощущаете это как работу а вы должны это ощущать как как отдых как релакс вот это важно итак стягаем на большой скорости вот я на большой скорости и сразу стреку на большой скорости важно славность не делать остановок когда на одном месте топчется я видите сразу дошлеповы просто тут мельче сама скорость сама скорость чуть-чуть поменьше и вот дорогие друзья посмотрите да маленькая скорость большая результат просто чуть-чуть помельче чуть чуть помельче троечка так что друзья мои не ограничивайте свои возможности стягать можно на любой машине при любых условиях это я вам точно могу сказать а на этом все и до встречи в следующих видео